так всем привет сегодня ремонте macbook air a1465 предположительно 2015 год но это не точно что-то я там запутался в этих годах почему с таким дефект при включении белый экран слышно что звук включения есть но дальше ничего не происходит потом экран темнеет и как бы не реагирует больше ни на что вот что сделано кот его в ремонт отдавали он там год пролежал ничего не сделали так и не совсем понял что там они вывели но сказать что плата живая не знаю пока судя по звуку все-таки он стартует и это хорошо вообще при подключении он никак не реагировал не заряжался во первых то есть был первый зарядник по моему нет чем где-то у него есть зарядник оригинальный он выдает по моему 9 вольт в общем его нужно разбирать смотреть что внутри был время на куплю тоже от какого-то другого аэра для тестов такой зарядник оригинальный тоже чувствую там также напряжение соответствует 14 вольтам по моему 45 ватт вот здесь короче у них у всех напряжение разные это вроде подходит но он не реагировал на включение то есть он как бы индикацию зарядки давал но он не включался у них тем более автоматический старт начинается если питание подавать старта я его сейчас разобрал отключил аккумулятор без аккумулятора он сейчас стал стартовать в общем короче из аккумулятора у него не было старта винтики там уже даже все погрыгли один я последний еле отвернул в предыдущем сервисе видимо не знает что специальные отвертки идут под майки виде пяти конечной звезды а не шести как обычно чем расхерачивание все винты но вроде бы смог и отвернуть теперь обратно страшно заворачивать в таком состоянии сейчас висит потом погаснет экран и все иначе не реагирует так как здесь нет hdmi то я хотел конечно внешний мотор подключить но это не совсем будет просто если у нас есть usb есть thunderbolt версии 2 он же мини дисплей порт если правильно понял третья версия thunderbolt и я так понял это уже тайп си идет но это не точно почему через этот разъем можно подключать внешний монитор также передавать данные на жесткие диски почему такой интересный разъем никогда о нем с точнее с ним не сталкивался но всегда на слуху был пришло время проверить хочу купить переходник с hdmi на thunderbolt 2 о значок появляется какой-то папке только сейчас увидел это уже интересно упростительный знак я вчера раньше не обращал внимание видимо операционной системы на нем нет или что-то с этим связано надо будет уже погуглить тоже продвижение начнем просто белый экран и даже можно не подключать внешний монитор потому что была мысль что с экраном какие-то проблемы необычно тоже белыми показывает так здесь у нас тоже юсби один наушники микрофон совмещенные и macsave 2 магнитный разъем в macbook про тоже такие идут интересный конечно не жили нельзя так сделать на всех ноутбук здесь есть индикации когда он заряжается он зеленым горит полностью когда еще не заряжен горит оранжевым вот сам по себе тонкий 11 дюймов по микро будем теперь пробовать комбинации какие-то что-то я читал что можно режим восстановления зайти и так далее надо будет только наверно обратно все это закрыть сейчас авто старта кстати нет что странно и аккумулятор на батарее как-то нужно изолировать или подключить обратно попробовать не знаю в общем пока как-то так дальше будем думать так что удалось выяснить первых батарея на заряжается это хорошо значит она еще живая также у нас получается не стартует плата соответственно из-за этого остальные процесс не происходит сейчас ssd вытащил без ssd вроде стал стартовать от аккумулятора или без аккумулятора это не как бы не влияло то есть он мог с аккумулятором стартануть мог и без без аккумулятора не стартануть белый экран в режим восстановления почему-то не заходит не знаю в общем сейчас я выключил ssd шник он и с аккумулятором заряжается мигает это вопрестный знак просит жесткий диск ssd здесь от то чтобы я читал что они какие проблемные 128 гигабайт и попробуем на внешний диск записать в хайсер не знаю какая здесь система стояла попробуем со старой вот из хайсер запустится а потом подкинем опять ssd попробуем проверить его на ошибки пока план какой-то такой так методом исключения выяснил все-таки что дело в ssd диске без него ни в какой не хочет включаться точнее с ним не хочет и без него как раз ты включается часу зашел режим установки через интернет через ком нтр попробую на внешний диск установить также я пробовал туда установить хайсер что у меня диск проблемные не установилась нормально ну по крайней мере признаки жизни подает в общем хорошим нужно ставить новый ssd диск накатывает новую систему и думаю что все будет работать нормально так началась установка операционным систем предлагает массу mac os x это по-моему даже до сиера идет но надеюсь что она еще после этого обновиться надеюсь как минимум до хайсер и а дальше видно будет так и до конца не помню что это за модель точнее какого на года последнее предположение что 2014 нам будет ясно уже когда все установится и посмотрим на стройках так сдвинулся у нас процесс установил на внешний жесткий диск хайсер на другом компьютере здесь запустил потому что mac os leon у меня так что-то не установился возможно из-за плохого жесткого диска сейчас этот другой подкинул с ним вроде бы установилась вот по железу здесь ай 5 4 гига оперативки дтр3 графика hd 4000 полтора гига так и не помню какого года этот айр возможно 14 посмотреть на каких шла графика 4000 что обычно здесь сверху пишет какой год но здесь что-то хайсер нет какие-то обновления ставится но вряд ли выше чем хайсер здесь поставится операционная система поэтому так и о себе печатная машинка еще разобрал блок питания попробую починить если не получится тогда оставлю вот этот который купил на время также насчет ssd есть вариант купить за две с половиной тысячи тоже на 128 гигов похожий и полоски оригинальный либо купить переходник и м2 обычный ssd-шник взять попробовать установить уже на больший объем либо также на 128 либо на больше пока такие варианты интересно конечно попробую через переходник ради опыта как минимум вот аккумулятор вроде даже заряжается потому что от процентов так что аккумулятор еще принципе поработает такой ремонт думаю еще есть что-то интересное буду запишу пока что на паузу так по скрипту после установки обновления появилась наконец-то ревизия точнее год 2012 вред здесь выше хайсер поставится но тем не менее агрегат интересный так решил подключить еще раз ssd который свой ноут включился но и создал не видит видимо он в те разы как раз и включался когда если здание определял среди когда она его определял плата не могла стартануть и надо все-таки ssd менять в любом случае так все-таки купил ей ssd оригинальный правда фирмы samsung тоже на 128 две с половиной тысячи рублей вроде как они дольше служат но она тоже бушная так понял не сколько она служила будем сейчас пробовать ставить вот они одна тошиба родная samsung который будем ставить оба на 128 надеюсь на этом ремонт закончится да по скрипту выявились еще дефекты во время установки программ без нагрузки как бы это не проявлялось тут я начал скачивать программы для редактора фотографий но вообще просто любые программы он через какое-то время может выключиться все думал хоть спящий режим но там оказалось что дело не в этом потом подумал что в аккумуляторе делал поставил зарядник зарядником тоже вырубается самое интересное если вы ничего не нагружать на все идет нормально только начинает сказать нагрузка вырубается я почитал про эту платформу у нее болячка помимо ssd-шника то чтобы который поменял еще бывает северный мост интеллский bd-82 типа они как раз себя ведут примерно так же что вырубается самопроизвольно в разных местах скорее всего это она есть еще конечно время что он перегревается надо будет еще найти какие-нибудь программы для теста температуры скорее всего это северный мост и целесообразность ремонта дальнейшего как бы сомнительно можно лишь поискать платы думаю что их полно на вид но скорее всего они будут примерно в таком же состоянии если повезет то может и рабочий пойдет опять стоимость неизвестная будет ли хозяин вкладывать в это деньги хотя уже две с половиной тысячи я на это потратил тоже уже три с половиной в ином случае я оставлю себе этот ssd-шник зарядником отдам ему старый зарядник соберу который так и не смог починить и ssd-шник старым и можно его продать на запчасти в таком виде батарея здесь еще принципе держит экран целый клава не знаю сколько его продать но я бы купил плату и поменял плату как вариант но здесь стоит хайсиера поэтому не знаю есть ли смысл вкладываться такие дела